Пластиковые бутылки, старые диски и газеты. Вещи, казалось бы, совсем непригодные, но участникам конкурса «Эко-мода» из года в год удается найти применение в торсырью. Парни и девушки, команда экологических отрядов и трудовых бригад Щелковского района вновь демонстрируют коллекции одежды и аксессуаров на сцене молодежного центра «Навигатор». Конкурс проходит много лет, но его главная задача неизменна – привлечение внимания к актуальности темы защиты окружающей среды. Конкурс «Эко-мода» Клуб «Ровесник» проводит ежегодно. И проводится это уже больше 20 лет. Главная цель этого конкурса, конечно, привлечь ребят к проблемам экологии. Сегодня они покажут представление, каждый экологический отряд и каждая трудовая бригада Смолина, Сфрянова и Щелкова, они представят бросовый материал, который сегодня валяется на улицах, который захламляет наши города. Они покажут, что этот материал нужно убирать, что он не должен лежать, что люди должны жить в чистоте. В этом году в конкурсе принимают участие шесть экологических отрядов и трудовых бригад. Выступление участников оценивает строгое жюри. В программе несколько этапов – представление коллекций, творческие выступления, выставка работ. Вдохнуть старые вещи, новую жизнь. Участники конкурса подошли к заданиям весьма творчески, используя в своих коллекциях различные материалы вторсырья. Например, вот этот трезубец сделан из обычной старой швабры, фольги и скотча. На этот раз основной темой показов стали сказки. Снежная королева, кикимора, конфетная фея и другие персонажи. В своих коллекциях участники эко-моды представили образы известных с детства героев любимых сказок. Софья участвует в эко-моде впервые. Вместе со своим отрядом странники молодежного клуба «Ровезник» в течение двух недель готовилась к выступлению, готовя костюм известного персонажа по сказке Алексея Толстого – Мальвины. Как признается сама Софья, участие в конкурсе для нее – возможность не только выразить свой творческий потенциал, но и привлечь внимание к вопросам защиты окружающей среды. Взять старые вещи и платить, что новое, дать им новую жизнь, второй шанс. И будет меньше рисковаться материала. Тут ты можешь помочь природе.